Чем объясните такой результат? В первую очередь, можно ли объяснить часть этого результата тем, что много игроков приехал в расположении национальной сборной? Ну, с одной стороны, у нас все-таки была неделя для подготовки, когда наши футболисты и сборная России вернулись. Сетовать на это, наверное, точно неправильно, чтобы повлияло. Но я думаю, что момент, то, что нам не удалось сегодня быть такими агрессивными, дерзкими, цепкими, нам не удалось создать для команды соперника таких неожиданных ходов, вот этот, наверное, главный фактор. Но, с другой стороны, в первом тайме моменты были, когда надо было забить, гола не хватало. Вот эти микромоменты, когда соперник выиграл подбор и заждался нашей ошибки при развитии атаки, наказали нас, да, вот, хотели переломить ход игры заменами, но, к сожалению, такой остроты, наверное, не совсем хватило. Ну, давление, подач, проходов, так скажем, ударной работы было недостаточно. Спасибо. Коллеги, еще вопросы есть? Пожалуйста. Артем, пожалуйста, вы можете ответить. Александр, женщина, значит, вы, Кавакалыч, а на перейти у вас 13-го туре в обыдничной грязи нет на Санкт-Петербурге и выезд в Ростов, с учетом логистики и расположения в турнире, когда в Кубке думали о том, что где-то кому-то угодится, возможно, чтобы получше, чтобы... Ну, вот давайте поразмышляем здраво. У нас в понедельник выезд в Ростов, во вторник тренировка, в среду игра, в четверг возврат в Ростов. Четыре дня футболисты что будут делать? С учетом опасной логистики. Ну, я говорю, четыре дня они будут на диване лежать, отдыхать, что они будут делать? Ну, игра в Ростове – это этап подготовки, поэтому нам отдыхать некогда, нам надо тренироваться, работать и, соответственно, то игровое время, которое мы разделим между команд, между игроками, естественно, будет... Есть игра, которую надо выигрывать, когда надо делать выводы после сегодняшнего матча и, соответственно, развивать свои сильные качества, ошибки исправлять. И это как раз игра, которая предстоит нам, это хорошая возможность. Субтитры создавал DimaTorzok